Эти ребята придумали, как поддержать экологию региона и избавить мегаполисы от мусора. Своими идеями они поделились на конкурсе «Экопров». Мероприятие проходит при поддержке проектов в сфере социального предпринимательства. Школьники с 5 по 11 класс сформировали 7 команд. Каждая представила свою концепцию проекта по улучшению экологической обстановки в городе. Команды со своими наставниками работали на протяжении недели. Мы сопровождали команды каждый день. Мы им давали задания, что посмотреть, что изучить, какое понятие им нужно изучить именно сегодня, какое видео приготовить, какой регламент. Чтобы не давать информацию скопам, они готовились всю неделю, и вчера у них был такой мозговой штурм. Результатом мозгового штурма стали 7 полноценных проектов. Они помогут защитить окружающую среду не только региона, но и страны. Ребята предложили создавать одежду из вторсырья, перерабатывать органические отходы в удобрения, сортировать мусор и даже укладывать дороги из пластика. Мы хотим предложить России перейти на пластиковые дороги, тем самым поднять уровень экологии в нашей стране. Я участвую в проекте «Экопров», потому что я считаю, что очень важно защищать природу, быть с ней на одной волне, и опять же, надо ее поддерживать во всем, так как она поддерживает нас. Победителями проекта «Экопров» стали сразу две команды. Ребята из первой решили запустить производство быстро разлагающегося пластика. А школьники из команды «Пингрин» забирать из магазинов продукты, у которых истекает срок годности, и готовить из них блюда в спецмашинах, фудтраках. Ребята говорят, на победу даже не рассчитывали. Вообще изначально, на первый день, я вообще даже не думала о победе, потому что Ваня генерировал невозможные идеи, даже если у тебя будет резиновый бюджет, резина этой не хватит. Я надеялся, и для меня это просто было шок, когда нас четыре раза позвали на сцену. Наградили победителей и от партнеров проекта. Компания «Энергомикс» в рамках благотворительной акции подарила каждому из участников книги. Несмотря на то, что проект на экологическую тему, мы можем благодаря книгам, благодаря чтению привлечь внимание героям нашего времени. Получив призы за победу, командам-победителям теперь предстоит готовиться к поездке в Москву. Там школьники посетят научный центр «Сколково» и представят регион на российском экологическом конкурсе.